Трейдеры, бизнесмены и экономисты на протяжении десятилетия предсказали многократное подорожание криптовалюты. Одни прогнозы уже не сбылись, у других еще есть шанс. Какой рост обещали курсу монеты и кто и сколько раз желал ей исчезнуть? Биткоин запомнился миру в первую очередь своим невероятным ростом. Впервые монеты начали торговать в июле 2010 года по курсу в 8 центов. С тех пор она подорожала более чем на 11 миллионов 500 тысяч процентов. Конечно, это не могло остаться без внимания. Представители зарождавшейся индустрии и не входящие в нее бизнесмены делились своими прогнозами о будущем цифровых денег, предрекая им как бесславный конец, так и всемирное признание. Одним из первых, кто озвучил свое негативное мнение о биткоине, был глава Европацифик Кэпитал, экономист и сторонник золота Питер Шиф. В 2011 году, когда криптовалюта стоила около одного доллара, он заявил, что предпочел бы вложить 10 тысяч долларов в драгметалл, а не в биткоин, так как неизвестно, что будет с последним через несколько лет. Шиф, возможно, упустил самый прибыльный инвестиционный шанс, но так или иначе он до сих пор продолжает критиковать криптовалюту. За последний год экономист несколько раз называл биткоин плохим вариантом для сохранения своих средств, обвинял в мошенничестве, а в ноябре спрогнозировал снижение цены до 1000 долларов. Однако не все разделяли взгляды Шифа. Например, основатель компании Heisenberg Capital и миллиардер Макс Кайзер, когда биткоин также стоил 1 доллар, предсказал рост его цены до 100 тысяч. В феврале этого года бизнесмен повысил планку, теперь он ждет подорожание актива до 400 тысяч долларов. Одним из аргументов Кайзер назвал бездумную печать долларов Федеральной резервной системы США. Но произошло это в мае прошлого года, а не во время текущего кризиса. Еще большие перспективы роста курса биткоина видел управляющий хедж-фондом Джеймс Альтушер. В 2017 году он предположил, что к текущему году стоимость монеты достигнет 1 миллиона долларов. Бизнесмен объяснил этот прогноз тем, что в мире есть 15 миллионов миллионеров. Всех их финансовые консультанты будут советовать вложиться в первую криптовалюту. 2020 год настал, а значит прогноз Альтушера не сбылся. Подобная участь настигла предсказания и других представителей криптоиндустрии. Например, миллиардера и главы Galaxy Digital Майка Новгородца или аналитика с Уолл-стрит сооснователя фан-стар Тома Ли. На этом история не заканчивается. Блокчейн криптовалюты по-прежнему работает, а она торгуется на биржах и постепенно получает признание в обществе. В связи с этим, участники рынка продолжают строить прогнозы на будущее. Например, венчурный капиталист Тим Дрейпер ожидает, что курс биткоина поднимется до 250 тысяч долларов к концу 2022 года, возможно, к началу 2023. Одной из причин подорожания монеты станет ее широкое распространение в мире в качестве платежного средства. Предпринимателям будет выгоднее работать с цифровыми деньгами, чем использовать традиционные системы, такие как Мастеркард и Виза, так как это поможет сэкономить на комиссиях. Адам Бек, глава Блокстрим и один из тех, кого называют создателем биткоина Сатоши Накамото, спрогнозировал подорожание биткоина до 300 тысяч долларов в течение пяти лет. Курс монеты будет расти, так как к ней больше будут обращаться розничные инвесторы. Причиной этого станет текущий кризис и вызванное им обесценивание денег. Аналитики биржи Крэкен озвучили схожий прогноз, но на другую дату. По их оценкам стоимость главного цифрового актива может подняться до 350 тысяч долларов к 2044 году. Подорожанию монеты поможет выбор молодого поколения. Миллениалы из США, которым в ближайшие годы перейдет 68,4 трлн долларов от старшего населения, инвестируют около 1 трлн долларов в криптовалюту. Последним на текущий момент о многократном росте цены биткоина в будущем, говорил экономист и генеральный директор Real Vision Рауль Пал. Он уверен, что криптовалюта подорожает до 1 миллиона долларов в течение пяти лет и станет новой финансовой системой. В 2017 году ту же цифру озвучил скандальный создатель антивируса Макафи Джон Макафи. Но позже он отказался от своих слов, назвав такой прогноз чушью, в которую может поверить только идиот. Миллиардер объяснил это тем, что рыночная капитализация биткоина при цене в 1 миллион долларов достигнет 18,5 трлн долларов. Это примерно на 10% меньше, чем ВВП США. Конечно, не все верят в позитивное будущее криптовалюты. Например, трейдер и аналитик Питер Брандт, также не раз критиковавший биткоин, предсказал падение его курса до нуля. Эксперт изменил свое мнение в марте, когда цена монеты опустилась ниже 7,5 тысяч долларов. До этого он считал, что биткоин либо подорожает до 100 тысяч долларов, либо полностью обесценится. В ноябре крах стоимости монеты до нуля спрогнозировал глава Distribution Lab Павел Кравченко. С его точки зрения, криптовалюта обесценится в случае прихода в блокчейн индустрию институциональных инвесторов. Из-за этого биткоин потеряет свою независимость. Прогнозов о полном уничтожении первой криптовалюты вообще было много. По данным портала 99bitcoin.com, известные медиа с 2010 года хоронили биткоин как минимум 380 раз. Одним из последних в этом списке стал известный трейдер-миллиардер Уоррен Баффет. 4 марта 2020 года он заявил, что биткоин ничего не производит и не имеет никакой фундаментальной ценности. Держателем монеты остается только надеяться на то, что кто-то купит ее в будущем. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк и обязательно подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий новостной выпуск. Нам очень важна ваша обратная связь. Поэтому обязательно, обязательно напишите под этим выпуском комментарий, на какую тему вы бы хотели увидеть выпуск на нашем канале. Обязательно подпишитесь на все наши каналы, на все наши социальные сети, все ссылки будут в описании. Ну что ж, друзья, всем всего хорошего, не болейте, берегите своих близких, до новых встреч!